Здравствуйте! Это программа Актуальный Разговор. С вами Ренат Бакиров. Ближайшие выходные в Казани пройдут авиагонки. Это уникальное действительно событие. И в подробностях об этом мероприятии нам сегодня расскажет министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Александрович Леонов. Здравствуйте! Добрый день! Очень приятно оказаться в студии А.Р. Актуально и по делу. Первый вопрос, конечно же, связан с погодой. Не отменят ли из-за нее и из-за дождей гонки? Точно ли они состоятся? Да, у нас есть такое в спорте выражение. Матч состоится в любую погоду. Но, в общем-то, для пилотов, для самолетов, для машин, так скажем, авиационных данная непогода – это ерунда, по большому счету. Потому что происходит все это на малых высотах. Поэтому ребята полетят. Важно, чтобы, конечно, погода была комфортной для зрителей. Чтобы все воочию посмотрели эту прекрасную гонку. Ну и, конечно, для телевизионной картинки. Потому что, в общем-то, очень востребованная гонка. На два дня будет много прямых эфиров, в том числе на ведущих российских спортивных каналах. И будет картинка транслежа 176 стран мира. То есть, конечно, мы не только посмотрим на гонку потрясающую, но еще раз заявим о том, что Казань – это по-настоящему спортивная столица нашей страны. Живых зрителей сколько ожидается на месте? Ну, мы проводим данную гонку впервые. То есть, для нас тоже большой вызов. Поэтому мы можем все только прогнозировать. Мы предполагаем, что при хорошей погоде мы соберем 150-200 тысяч человек. Все для этого, соответственно, организовано. В общем, такие массы людей мы пропускали. В том числе в рамках той акватории, на которой будет проводиться гонка. Мы всем предлагаем посетить как основное место и локационное – это будет Казанская Кремлевская набережная. На ней будут организованы все сервисы, на ней будет организована система доступа. С 9 утра и в субботу, и в воскресенье в непосредственной близости на том месте, где стоит у нас дворец земледельцев. Напротив будет разбит Red Bull Park, где также можно будет провести время, перекусить, купить какие-то сувениры. Будет несколько активностей от организаторов. Будет выставлен стенд Камас Мастер. То есть, будет, в общем-то, тоже интересно будут установлены экраны. Поэтому всех приглашаем туда. Но если вдруг кому-то будет неудобно туда приехать, то вся противоположная сторона, улица Сибгат-Хакима, будет перекрыта от автомобильного движения. Будет она полностью пешеходная. В общем-то, можно будет смотреть и с той стороны. Но не будет организовано тех вот сервисов, о которых я говорю, то есть активностей, как на Кремлевской набережной. Но, в общем-то, вся сторона там, которая в ближайших домах, все эти рестораны также будут открыты для посещения. Поэтому, в общем-то, просмотр будет удобен и с той, с другой стороны. Такие километровые трибуны получаются. В общем-то, да. Мы специально эту первую гонку делали, минимизировав, так скажем, трибуны. Сделали это в общий доступ, чтобы население, гости, которых, в общем-то, тоже мы предполагаем, что достаточно много приедет. И я на своем примере вчера пытался там для своих родственников забронировать отель, просто с трудом нашел номер. Мне нужно было два, в итоге нашел только один, практически все отели заполнены. И вот мы сегодня с Сергеем Ивановым с утра разговаривали, практически фули-букт, хотя там по закону АСМИ надо говорить по-русски. Все отели забронированы. Полностью заполнены. Да, полностью заполнены. Поэтому это тоже, конечно, большое-большое событие, в том числе с точки зрения туристической привлекательности нашего города. Red Bull Air Race, воздушной гонки Red Bull. Насколько вообще это действительно уникальное мероприятие? В чем его значимость? Ну, уникальность в том, что это такой индивидуальный продукт. Существует, более подробно расскажу, мировая серия. То есть, Казань сегодня, это этап мировой серии, в общем-то, проводится в таких крупных локациях, в крупных городах мира. Вот, был в Сан-Диего, вот, был в Абу-Даби, был в Будапеште, был в Японии, в Кита, вот, будет впервые в России, вот, в Казани, вот, будет в Индианаполисе. В общем-то, идет вот такой годовой зачет у пилотов. Это, ну, сродни, наверное, формулы 1 на воздухе, вот, если так сравнивать с точки зрения, вот, что это такое. Вот, это уникальные самолеты, вот они на картинке у вас показаны. Это три производителя, вот, три типа самолетов, два из них делают в Америке, один делается в Германии. Вот, они такие мобильные, они как вот болиды, то есть, они приезжают на территорию того места, где проводятся в контейнерах. То есть, здесь собираются, вот, это очень тоже интересное мероприятие, соответственно, взлетает. Это малая авиация, им необходима взлетная полоса порядка 800 метров, ну, то есть, это регламент. Уникальность, в том числе, гонки в Казани, то, что мы делаем взлетно-посадочную полосу не в аэропорту, как это обычно происходит, а на территорию нашего Казан-ринга, в общем-то, трековый ринг, но, там, год назад, когда команда Red Bull приехала, мы его посмотрели, он, конечно, полностью подходит под подобного рода мероприятия, тем более, есть инфраструктура, и, в общем-то, сегодня это не трековый, да, ринг, полноценный аэропорт с ангарами, с временными сооружениями, вот, всего у нас будет 14 пилотов Мастерс, то есть, это основной зачет, это 14 конкурентов, 14 топовых пилотов, которые летают на топовых, значит, машинах, и еще есть второй класс, это Challenge, 9 машин, 9 пилотов, то есть, они будут летать во втором эшелоне, то есть, они будут летать уже за возможность попадания в элиту, но тоже это все гонки будут проходить в Казани. Суббота и воскресенье, два дня у нас ждет праздник спорта, в большом счете, это спорт, вот, это очень красиво, 14 пилонов, у вас, вот, по-моему, есть тоже там картинка, уже установлены, да, в акватории реки Казанка, то есть, это даже чисто визуально симпатично очень выглядит, вот, залет будет со стороны моста Миллениум, и, соответственно, пилоты будут пролетать между этими пилонами, возвращаться обратно, делать фигуры, вот, будет зачет идти по времени, вот, соответственно, гонка начинается с 14 и заканчивается финалом 4, вот, то есть, будет это субботний день, и, соответственно, финал уже будет в воскресенье, тоже после обеда. Если говорить о трассе, то она у нас есть, она представлена на картинке, насколько она специально подбиралась, или они все одинаковые, стандартные? Трассы все разные, это полностью, конечно, вотчина команды Red Bull, в составе 300 человек они здесь находятся, в общем, такая, я вам скажу, очень профессиональная, компетентная команда, почему еще выбрана была Казани, в общем-то, почему Red Bull вступил с нами в переговоры, потому что очень интересная локация, то есть, трасса полностью умещается на территории между двумя мостами, шикарная картинка на, соответственно, новую часть города и на историческую часть города, вот, даже там уже некоторые футиджи были, когда пилоты размещали, пилоты сделали, получается, вчера первый пролет, им очень понравилось, то есть, конечно, и трасса, и акватория, вот, и просто виды, так скажем, исторического города, вот, они уже много, много что уже выложили, вот, да, потрясающий кадр, да, вот, в общем-то, что тут говорить, да, спорт, толерантность, вот, наверное, за такую картинку, ее, во-первых, никогда нигде не купишь, пока ты что-то не сделаешь, вот, это реальность, вот, мы живем в это время, это мы пишем тоже, вот, вместе с этими самолетами некую историю, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы побольше населения, гостей пришло, посмотрело, потому что это правда, ну, как пишут уже в социальных сетях, это очень круто, по крайней мере, это выглядит очень круто, и, в общем-то, это промоушен этой гонки, и, вот, команда Red Bull, конечно, делает все для того, чтобы это было смотрибельно, вот, в том числе, вот эти пары, которые выходят, да, из самолета, то есть, это тоже специальный концентрат, применен для того, чтобы все это работало, было максимально зрелищно, вот, шум моторов, все это будет, конечно, я не могу не отметить то, что огромное спасибо здесь компания Tatspert Prom, потому что объективно контракт заключила эта компания, непрямую с Red Bull, в общем-то, благодаря им, вот, мы получили в Казани этот праздник, который не только начнется и закончится в этом году, по контракту рассчитан на три года, и мы уже, кстати говоря, договорились, что в следующем году гонка пройдет с 24 по 26 августа 2018 года, как раз после того, как мы завершим чемпионат мира по футболу в июле месяце, вот, у нас будет немножко разбег времени, и уже ближе к концу лета еще раз проведем эту гонку. То есть, нон-стопом будут мероприятия идти, такие значимые? Ну, в общем-то, у нас это лето тоже очень-очень жаркое, да, на работу как на праздник, вот, но, на самом деле, об этом мы когда-то только мечтали, а там завтра мы уже увидим это в реальности, и, в общем-то, я еще раз повторюсь, что мы уже делали тестовые пролеты, все на месте, все на готове, вот, большая команда, очень серьезная будет телевизионная съемка всего этого мероприятия, вот, отдельная, бродкаст машин, все будет сниматься с нескольких точек, с нескольких камер, в том числе будут вертолетные съемки, вот, поэтому я думаю, что потом, когда все это пройдет, мы будем об этом вспоминать, и, конечно, эти кадры уже впишутся в историю развития нашей республики и нашего города. Все, конечно, здорово, все близко, зрители все это могут пощупать, по сути, но вопрос безопасности в этом случае возникает и зрителей, и пилотов. Совершенно верно, естественно, это один из основных вопросов, которые мы обсуждали с самых первых дней взаимодействия с командой гонки, в силу того, что, в общем-то, для нас это тоже мероприятие новое, как я тоже не раз заявлял, мы и бежали, и плавали, но вот не летали, да, вот, вместе мы будем летать. С точки зрения безопасности пилотов, ну, вы видите, даже вот по этому снимку, здесь полностью отработаны самые последние современные технологии, вот, поэтому здесь у меня никаких даже нет сомнений, и что все будет в порядке. С точки зрения трассы мы выдержали все регламенты, то есть это 200-метровая доступность, у нас мы, значит, отрегулировали установку всех пилонов, пилоны безопасные, даже если самолет срезает пилон, он в течение там 3-4 минут восстанавливается, потому что здесь дежурят специальные бригады. У нас дежурят все наши службы на территории и акватории, и, соответственно, тех зон, где будут у нас находиться зрители, вот, в акватории дежурят, в том числе, и дежурная часть МЧС, спасатели, вот, на, что касается зрителей, то тоже будет чистая зона, мы будем на Карельмёвскую набережную допускать людей через 8 контрольно-пропускных пунктов. В общем-то, у нас опыт большой в этом есть, вы знаете, после, там, Кубка конфедерации, для тех мероприятий, которые были. Вот, Сибгад, каким мы будем ограничивать, все-таки, доступ на песчанку, так, в простонародье, наверное, скажу, да, вот, на эту территорию, да, чтобы народ не выходил в акваторию. Но, в принципе, вот, сам Казан, вся территория, значит, пешеходные улицы будут открыты, поэтому здесь никаких мы проблем не видим. И, в общем-то, вся история многолетняя, десятилетиям уже, значит, сложенная у этой гонки, ну, тьфу-тьфу-тьфу, как говорят, но никогда не было никаких инцидентов, прецедентов, чтобы что-то произошло. Пилоны рвутся, это тоже определенный фан, это тоже круто, все, когда не попадает самолет в траекторию, вот, он так сдувается красиво, но он очень быстро восстанавливается, то есть, там есть технология, как я сказал, там 3-4 минуты, и уже пилон восстановлен. Гонка идет по одному самолету, то есть, летают они по одному, вот, соответственно, у нас будет такой, соответственно, на скорость, да? На скорость, да. И, вот, как я знаю, у пилотов есть несколько маршрутов на выбор, то есть, они могут пролететь по тому пути, который выбран, то есть, не будет у всех одинакового пролета, грубо говоря? Нет, нет, конечно, у всех есть свой пролет, свои фишки, о которых, ну, правда, я даже не смогу сейчас вам рассказать, но я не раскрою это, невозможно, там, даже литературоведу, наверное, объяснить словами, вот, как мы в этом случае лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мой посыл здесь, вот, в вашей передаче, в этой актуальной теме, что мы всех приглашаем, буквально накануне данного мероприятия, просто посмотреть, ощутить, что же это такое, как это все происходит. И, правда, это большой будет праздник вот такого неба, спорта, таких моторов. Вот, поэтому мы хотим, чтобы все это, в первую очередь, это было востребовано нашим населением, нашим гостям. И, конечно же, вот, сейчас я, так, по-моему, чуть-чуть по-другому начнем говорить, но это очередной промоушен, я думаю, что не буду лукавить, это промоушены страны и промоушен Татарстана, и промоушен, конечно, столицы города Казань. И не меньше рекламы всего того, что вы назвали, это будет чемпионат мира по плаванию на короткой воде, и по футболу будет в 2018 году, но в 2022 году чемпионат мира по плаванию на короткой воде, мероприятие, которое выиграли, правонаправдение, которое выиграли буквально на днях, вы были, собственно, когда огласили название города-победителя. Расскажите о нем, что это такое. Да, расскажу обязательно. Спасибо за вопрос. Несмотря на так определенный скепсис, что вроде большой чемпион провели, вот короткий что там выиграть без проблем, на самом деле пришлось тоже поработать. В общем-то, то наследие, тот опыт, который сегодня существует у команды в Казани, те объекты, которые у нас на территории, они, конечно, позволили нам, опять-таки, в конкурентной борьбе никто там не складывал оружие, в кавычках оружие. В общем-то, были серьезные конкуренты, но вот бюро ФИН единогласно приняло решение о том, чтобы чемпионат мира по короткой воде 22-го года отдать в Казани, в общем-то, пометуя такую же стратегию в этом году, потому что Будапешт прошел после нас, чемпионат Будапешта отдали 24-й год. Короткая вода, это чемпионат мира чисто по плаванию, значит, приезжают лучшие спортсмены, мы проводим это все в бассейне 25 метров, не 50 метров. Все для этого у нас есть, будем использовать наш центральный объект, это дворец водных видов спорта, будем использовать наш центральный там бассейн, в силу того, что это 25 метров, мы его немножко выгородим временными трейбонами, и единовременная вместимость сможет составить, да, сможет составить порядка 6 тысяч человек, то есть мы сможем рецезреть. Тоже очень смотрибельное мероприятие, будем использовать как тренировочные еще два бассейна, это Буревестник и Олимп, ну, непосредственной близости от дворца водных видов спорта и близости от деревни, потому что деревню мы как бы предполагаем как основное место проживания для спортсменов. Вот, поэтому в плеяде того, что сегодня не понаслышке вы знаете о российском, о русском спорте, что вот были определенные опасения о том, что будут ли отдавать нам крупные турниры, вот, надо отдать должное нашим друзьям, правда, уже в долгую, и нашим партнерам Международной Федерации водных видов спорта, то, что они такое решение, в общем-то, приняли, единогласно отдав России, вот, в частности, там, как в России, городу Казань, Татарстану, право проведения данного чемпионата. Поэтому для нас это, еще раз, наверное, тоже скажу, для населения, потому что зачастую это вопрос, зачем нам это все. Мы проводим это все на существующих объектах, это очередное мероприятие для того, чтобы подтянуть, скажем, максимально сделать возможным участие наших спортсменов, будем к этому чемпионату готовиться. У нас очень хорошая динамика в развитии плавания в Татарстане, три человека вот сейчас представлены в составе национальной сборной России на чемпионате мира в Будапеште. Вот, к 22 году я уверен, что у нас появится больше спортсменов, у нас очень много сейчас перспективных юниоров, и как и ребят, так и девчонок, поэтому это, конечно, большой стимул, в том числе для них здесь поучаствовать. Вот, и, наверное, самое тоже важное, почему такое объект, такое мероприятие нам отдали, то, что у нас все есть, никаких издержек, по большому счету мы не понесем, вот, и нам эту инфраструктуру надо использовать, это сегодня, правда, совершенно искренне большой зрительский интерес, сегодня плавание и вообще водные виды спорта у нас очень любят. Все, что мы проводим, мы собираем полные арены, в том числе мы там и по водному полу сейчас проводим в ДВС, и синхронные плавания, прыжки в воду, правда, приходит очень качественный зритель, вот, на трибуны, который разбирается, вот, в том или ином виде спорта, это, это, на самом деле, показатель развития культуры нашего сообщества, когда люди приходят на спортивные соревнования, люди посещают, я считаю, что водные виды спорта, они очень интеллектуальные виды спорта, очень непростые, очень сложные, вот, и, в общем-то, вода, как мы пишем, water is our world, мы опять переводим, вода это наш мир, это стихия, вот, поэтому мы здесь и в Татарстане являемся лидерами по количеству бассейнов в стране. Президент Республики Татарстана, Руслан Магалей, сейчас поддержал нас еще по дополнительной программе, что мы практически в каждом, мы не полиции лететь, должны, чтобы у нас был бассейн, мы не говорим там о большой воде, а 25-метровый был бассейн, поэтому мы такую программу сейчас утвердили и будем ее лонгировать год от года, чтобы у нас вот каждый муниципалитет имел свой спорткомплекс, имел свой бассейн, вот, а эти мероприятия нам позволяют об этом говорить и промоотировать, и делать промоушен, опять-таки, городу и спортивному региону, такому, как Татарстан. Это, наверное, мечта любого спортивного функционера, когда массовый спорт и спорт высших достижений объединен, и один предполагает другой. Но это не то, что мечта, это наша работа, вот, и мы, мечтать можно о многом, надо дела делать, в общем-то, в Татарстане, по крайней мере, мы за эту локацию отвечаем, да, за нашу республику, эти дела происходят, мы год от года увидим, что увеличивается количество занимающихся спортом в целом в Татарстане, динамика вообще дикая по студенческому спорту, у нас практически там под 80% сегодня всех студентов в Татарстане занимается, физкультурой, у нас очень большое внимание мы уделяемся сегодня адаптивному спорту, то есть это для людей с ограниченными возможностями, все объекты, которые мы строим, они полностью приспособлены для этой категории граждан, вот, сегодня мы смотрим какие-то другие субстанции, вот, вы знаете, мы сейчас провели чемпионат России, фестиваль даже большой по пляжным видам спорта, не так дико он развит у нас в Татарстане, тоже есть такой посыл к тому, чтобы это направление развивать, сейчас думаем об экстремальных видах спорта, тоже смотрим сейчас вместе с Натальей Вольмой, с Фишман, в рамках городских пространств делать что-то для молодежи, потому что это тоже востребованные BMX, различные экстремальные виды, вот, поэтому в этом направлении также будем двигаться, но и, ну, да, я уже начал, да, доклад уже здесь делал. Это здорово, на самом деле, желаем вам и дальше делать дела также успешно, спасибо большое. Чтобы, да, новые мероприятия у нас были, и такого замечательного уровня, как чемпионат мира по плаванию на короткой воде, и то, что будет у нас совсем-совсем скоро, этап Кубка мира, чемпионат мира по авиагонкам, спасибо вам большое за подробный интересный рассказ. Спасибо. Занимайтесь спортом, посещайте спортивные мероприятия. Это была программа «Актуальный разговор», до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова